Всем привет, друзья! С вами Ирина и сегодня мы пересаживаем вот эти вот мои орхидейки, которые растут у меня в непрозрачном керамическом кашпо. Они уже пустили цветонос и собираются цвести. Вот один цветонос, вот второй. Но я еще успею их пересадить до того, как они выпустили бутончики. Потому что если они выпустят бутончики, это для них будет лишний стресс и они могут их сбросить. Поэтому пересаживаем их заблаговременно. Вот здесь корешочек, который растет как цветонос, я показывала в предыдущем видео. В этом кашпо у меня растет три орхидеи, две полноценные, мини, миди и одна детка, которая вот так вот в таком виде сидит уже много лет и очень медленно растет. Вот эта вот детка, эта от другой орхидеи, она была получена в результате воздействия цитокениновой пасты на почку, на цветоносе. И эта детка очень долго развивается, поэтому я пришла к однозначному выводу. Лично я никогда больше не буду использовать цитокениновую пасту в таких целях, потому что это не приводит к ожидаемым результатам. То есть детка-то есть, но она настолько долго развивается, что это не оправдывает воздействия цитокениновой пастой. Итак, все орхидеи растут у меня в пенопласте. Если вы не видели мои видео, посмотрите, пожалуйста, весь плейлист, посвященный этой теме. И именно вот эти вот орхидеи растут так уже более трех лет в пенопласте, поэтому я не считаю это уже экспериментом, это уже оправданный метод такого выращивания орхидеи. Они у меня постоянно цветут, дают новые корешки, и мне кажется, что им очень даже удобно и комфортно в этом методе. Поливаю я их сейчас раз в три недели, хотя по-хорошему нужно раз в две недели, но я как-то обычно забываю и пропускаю этот срок, поэтому раз в три недели они у меня спокойно выдерживают такой полив. Пожалуйста, смотрите вот в этом видео все о поливе и удобрении орхидеи, которые растут в пенопласте. Но сейчас затронем более глобальную тему, это тему выращивания в непрозрачных кашпо. Если честно, я еще сама не знаю, в каком состоянии там находятся корни. После того, как я посадила их в непрозрачный кашпо, я еще ни разу туда не заглядывала, поэтому для меня это будет таким же сюрпризом, как и для вас. Но когда я решилась посадить в непрозрачный кашпо и изучала теорию вопроса, то находила мнение, что орхидея обладает своей достаточно большой листовой массой для процесса фотосинтеза и что объем корней, участвующих в процессе фотосинтеза, не имеет такого важного значения для орхидеи, как листья. Ну а сейчас мы посмотрим, что, собственно говоря, из этой теории получается, что там внутри с корешками. Кстати, я думаю, что орхидейка просто так у меня не захочет покидать этот горшок, поэтому придется ее сначала полить. Вот, собственно, процесс полива. Заливаю на несколько часов, на 2-3-4 часа, и потом сливаю воду, придерживая аккуратненько пенопласт одной рукой. Сейчас она немножко постоит, и, я думаю, сама отпустит в горшок. Наконец-то мне удалось немножко расшевелить ее, чтобы она выплыла наружу. Некоторые корешочки, видите, стали такими прям совсем плоскими, сильно приросли. Вот, я выбрала уже часть пенопласта, чтобы облегчить себе процесс. Сейчас выему до конца. Кажется, какие-то корешочки еще держатся. Все, ура! Ну да, смотрите, самые нижние корни совсем белые, как у картошки. Да, и похоже, вот этот вот бедненький повредился. Прирос сильно. Сейчас посмотрим. Пока она стояла замоченная, я протерла ей листики вот такой вискозной тряпочкой и водичкой с добавлением лимонной кислоты. Немножко. Это должно снять налет с листиков от опрыскивания. Вот, смотрите, какой интересный корешок. Он рос внизу горшка и пошел расти наверх, стал зелененьким обычным корешком. Такой длинный. Я обобрала орхидейку от пенопласта. Вот, смотрите, что получилось. Пенопласт мокрый, весь прилипает. Так, вот так выглядят корешки. Это две с половиной орхидеи, можно сказать, да? Если учесть вот эту детку. Детка уже тоже вплелась корнями. Я думала, может ее в другой горшочек перенести. Но, наверное, оставлю здесь. Хотя, в принципе, вытащить можно. Не так уж и много у нее корешков. Но, думаю, оставлю здесь. Она здесь не будет мешаться сильно. Вот этот корешок от детки. Тоненький такой идет. Потому что у этой орхидеи, детка, вот эта вот, от которой, у нее тоненькие корешочки, такие потоньше. Так, теперь смотрим. Корешки старые, нужно все обрезать. И сейчас посмотрим, сколько их. Так, вон старый. Тут корешочек так прирос, что к основанию его я уже не доберусь. Так, дальше смотрим. Вот корешочек, смотрите. Участочек вроде бы старый. Но у него с одной стороны живой корень. И с другой стороны, вот, живой корень. Поэтому не трогаем. Это просто участок веломена, который больше не работает. Но сам корень внутри живой. Поэтому я его не трогаю. Нужно внимательно смотреть. Так, вот отросточек, который пропал. Вот кусочек. Вот здесь еще что-то. Вот эти корешки темные, темно-коричневые, это просто более старые корешки. Еще магазины, скорее всего. Они просто такого цвета. Веломена у них работает. Все плотненькое. Все хорошенькое. Вон там маленький кусочек. То есть, вот видите, такие кусочки периодически попадаются. Ну, в общем-то, вроде все. Больше нигде не вижу таких сухих прям корешков. Вот у детки еще кусочек. Все, больше нету. Вот, смотрите, аж сколько плохих корешков. Эта орхидея в этом кашпу растет около двух лет. Где-то так. Полтора-два года. Так что вот, за это время вот столько корешочков пропало. Так что судите сами, насколько выращивание в пенопласте это хорошая идея. Нам еще нужно снять вот эти вот черешки листочков, которые остались. Кстати, еще многое зависит от орхидеи. Вот сколько листиков она успела скинуть. Сколько корешков нарастить. Потому что у меня много орхидеи. И наблюдая за ними, я вижу, что некоторые развиваются намного быстрее, чем другие. Так что, когда у меня в комментариях спрашивают, как сделать так, чтобы у орхидеи начала расти детка и так далее, я часто отвечаю, просто не трогайте. Если орхидея положена заводить деток, то она заведет детку. Если нет, то это просто сорт такой, который не хочет заводить деток. Бывают действительно такие сорта, у которых детки растут и растут. Не без труда мне удалось отковырять вот эти старые чешуйки. Но, тем не менее, в прошлом видео я показывала, что под ними могут плохо расти корешки новые. Так что, скорее всего, они могут мешать орхидеи правильно развиваться. Ну, если вы не хотите чистить, то можете не чистить. В природе их все равно никто не чистит. Итак, что я могу сказать по корням? Несмотря на то, что они росли в закрытом кашпо, им не хватало света, тем не менее, некоторые корешки в верхней части в основном идут салатовые. Те, которые выходят на поверхность, серебристые, зелененькие. То есть, без фотосинтеза они, в принципе, нормально развиваются, растут. Но, конечно, не такие красивые и презентабельные, как мы видим обычно. Тем не менее, я думаю, что это не мешает им развиваться. Поэтому сажать орхидеи в прозрачное кашпо или в непрозрачное решать вам. Будет зависеть уже от вашего дизайна, интерьера и так далее. Что касается меня, я пока просто сажаю в то, что у меня есть под рукой. А под рукой у меня сейчас вот для этих орхидеи остались непрозрачные кашпо. В будущем, конечно, я хочу поменять все кашпо, чтобы были одинаковые. Но пока не знаю, какие прозрачные или непрозрачные. По своим наблюдениям, хочу сказать, что в прозрачных кашпо выращивать орхидеи, конечно, намного удобнее. Потому что видно, что у них происходит с корнями. Еще один вариант, это сажать их в пластиковые стаканчики и ставить уже в кашпо. В кашпо, кстати, предназначена для этого специальная ступенька, чтобы туда пластиковые стаканчики становились. Но мои орхидеи уже в пластиковые стаканчики не влазят и, возможно, в будущем я пересажу ее в стеклянный. А пока что я просто поменяю кашпо на побольше. Вот смотрите, вот в этом она росла. И вот этот я ей приготовила. Разница в диаметрах, конечно же, есть. Вот в этом кашпо, смотрите, она вот так плотненько уже сидела. Очень даже плотненько. А в этом у нее есть запас. Кстати, из-за того, что у меня каменные подоконники, на дно кашпо я прикрепляю пенопласт. Вот из тех же пластиковых лотков, только этот был беленький. Вырезаю кружочек и приклеиваю. Итак, как я сажаю? Просто беру, подгибаю корешки, чтобы их как-то уместить. Возможно, вот эти вот можно еще опустить вниз, которые в воздух пошли расти. И вставлю в кашпо. Здесь кашпо треугольный, поэтому можно как-то повертеть, покрутить. Вот так вроде выглядит неплохо. Осталось только просто присыпать пенопластом тем же, чтобы орхидея просто хорошо держалась и не сильно давила на свои корешки. Ну вот, пожалуй, и все. Осталось пенопласта еще больше половины. Если нужно будет что-то подсыпать потом, то я подсыплю. И осталось закрепить детку, потому что она там вертится. С крепкой она мне так закреплена. Да, и еще подвязать цветоносик. В следующий раз мы будем пересаживать другие орхидейки, так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok